Сегодня задоринки вернулись к обычному графику. Теперь на репетициях акцент на классику, основу основ хореографии. А еще недавно, вернее целый год, девочки активно готовились к поездке в Ярославль. Уровень международного конкурса фестиваля «Атмосфера» накладывал определенную ответственность на коллективы, в первую очередь на руководителя задоринки. Валентина Абедейко, ко всему прочему, худ рук Дома культуры Центрального района. И именно на этой сцене юные артистки отрабатывали свои номера. Мы возили танец народов мира, естественно, русский танец, без этого мы никуда. И совершенно новое направление в нашей деятельности, именно в деятельности коллектива «Задоринка» – это эстрадный танец. И они в своей возрастной категории, в этой номинации, были первыми, равных им не было. Нас назвали «Эксклюзивный коллектив из Сочи». Для нас это почетное очень звание, потому что мы достойно представили свой город. Программа, с которой «Задоринка» участвовала в международном конкурсе, фестиваль была не только разножанровой, но и без преувеличения мощной, говорит сама руководитель. У каждого номера своя сюжетная линия. Девочки перевоплощались в разные образы. От принцесс до обезьян. Я считаю, что у каждого из нас была своя победа над самим собой, над своими умениями. То есть каждый показал свой уровень мастерства. Репетировали постоянно, но, конечно же, хотелось бы исправить все свои ошибки, но так мне в целом очень понравилось. Мы хотели, чтобы наш город Сочи и наш коллектив выступил достойно, и чтобы жюри на нас обратило внимание, и чтобы у них были хотя бы какие-то впечатления о нас. В итоге «Задоринка» действительно произвела неизгладимое впечатление на суде, среди которых были и заслуженные артисты России, и солисты государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Своё мастерство девочки проявили в момент форс-мажора. В середине индийского танца выключилась фонограмма, но сочинские «Задоринки» не растерялись. Выключили фонограмму. Пришлось танцевать просто под хлопки зрителей. Это даже было забавно и очень весело. Но мы, как настоящие танцоры, должны были продолжать делать то, что мы начали. Мы справились, и эта наша победа, она достойна. На международном конкурсе в Ярославле сочинская «Задоринка» стала лауреатом первой и второй степени. Сейчас же небольшая передышка. Своими яркими номерами коллектив будет украшать концертные площадки курорта. Ну а осенью снова за победой в Казань.